всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня я хочу предложить вам вместе со мной связать вот такой вот узора это очень 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 простой узор подойдет идеально для начинающих вязальщиц кто только начинает осваивать лицевые изнаночные петли и вроде бы как просто лицевую гладью ему вязать скучновато для чего подойдет узор в принципе подойдет абсолютно для всего можно связать шапочку таким узором вот где вяжется просто лицевая гладь можно заменить на такой свитерочек связать подойдет узор как мальчиком так и девочкам принципе и для женских кардиганов и для мужских свитеров он будет тоже идеально его еще плюс в том что рассчитать количество петель для изделия очень легко потому что это узоры там знаете не косы какие-то где стягивает полотно он на полотно не стягивает достаточно связать вот такой вот образец его просто постирать затем измерить сколько петель в 10 сантиметрах и дальше измерить нужное число для изделия так смотрится с лицевой стороны вот так вот с изнанки называется он андалузский узор раппорт узора составляет две петельки в ширину и 4 ряда высоту для поворотного вязания вам нужно набрать количество петель кратное двум плюс одна петелька для симметрии плюс 2 кромочные для кругового вязания просто набрать отчетное количество петель и итак давайте приступим к самому вязанию первый ряд мы вяжем следующим образом кромочную петельку сняли и дальше все 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 петельки вяжем лицевыми последнюю кромочную мы провяжем изнаночной петлей практически все провязали последнюю изнаночной переворачиваем вязание вяжем второй ряд кромочную петельку мы опять снимаем и все петельки включая последнюю кромочную мы про вяжем изнаночными весь ряд вяжем изнаночными петельками третий ряд работ 3 ряда вяжется следующим образом первую кромочную мы и петельку снимаем дальше вяжем 1 лицевая 1 изнаночная повторяем 1 лицевая 1 изнаночная вяжем так чередуя лицевую изнаночную до конца ряда последнюю кромочную мы провяжем изнаночной а предпоследний у нас как бы петля она у нас для симметрии и и провяжем лицевой то есть чего начали ряд тем мы и закончим а именно лицевой петелькой чтобы уже симметрично смотрелся это для этого идет вот все лицевой мы заканчиваем ряд кромочная последняя изнанкой переворачиваем вязание первую кромочную снимаем и дальше мы опять целый ряд вяжем просто изнаночными петельками включая последнюю кромочную петлю и и мы также провяжем изнаночной вот в принципе и весь раппорт узора он состоит из четырех рядочков и дальше вам нужно продолжать чередуя первый четвертый ряд на нужную высоту вам изделия так вот он получается взором не понравился вот такой простой милый ну как мне кажется в нем есть какая-то изюминка надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал и если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях кстати вот он потом постирается разгладиться и вот это вот петелька будет еще более заметно потому что лицевая гладь станет ровненькой и на как такой бугорочек будет выступать всем пока